МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Алла Сталаева. Коротко о главных темах выпуска. Единство народов Ассамблеи национально-культурных автономий городского округа мытищи становятся все более популярными. Мытищи являются одним из лидеров в плане достижения межнационального согласия на территории Московской области. Участник областного конкурса поликлиника номер 2 стала победителем в номинации «Лучшая поликлиника Московской области по пропаганде здорового образа жизни». Кто так строит? Таким вопросом теперь задаются жители одной из пятиэтажек, расположенных на 1-й крестьянской улице. Как вы видите? Мы видели, да, что вообще-то такой... Устап. Ремонт испорчен, скажем так. Большой спортивный праздник дзюдо прошел в центре единоборств. А теперь об этом и многом другом более подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Матища становятся все более популярными. Обычно это встречи, где подводятся итоги совместной работы, делятся планами на будущее. Во дворце культуры Яузы такие встречи стали традиционными с тех пор, как здесь была проведена первая ассамблея народов Подмосковья в 2013 году. С тех пор Матища считается центром работы по межнациональному согласию. Многонациональный состав любого поселения говорит о его активном развитии. Тысячи людей самых разных национальностей, связавших свою судьбу с нашим городом, а вернее городским округом, попали сюда разными путями, но в большинстве своем в поисках новой жизни. Сегодня они пустили здесь прочные корни, а для многих Матищи стали родиной. Надо сказать, что в Матищах действуют представители семи национально-культурных автономий, проживают еще большее количество национальностей на территории городского округа. И Матищи являются одним из лидеров в плане достижения межнационального согласия на территории Московской области. Здесь регулярно проводятся фестивали национальных культур городского округа. В прошлом году здесь прошел второй московский областной фестиваль национальных культур Подмосковья территории дружбы. На это постоянно обращают внимание в общественной палате. Собственно, это одно из основных направлений многих общественных организаций совместно с администрацией городского округа. Мы такие разные, но мы едины. Поэтому действительно наш округ, вообще наша Подмосковья, действительно многонациональный, наша страна, многонациональное государство. Матищи, наверное, как никто и другой показывает своим дружеским отношениям, что действительно это округ, в котором нет конфликтов. За последние годы сложилась практика, когда ни одно крупное мероприятие, ни один значимый праздник не обходится без активного участия национально-культурных объединений. Давайте изучать друг друга, помогать в хорошем только. И в каждом народе. В поле ведь много цветов разных. Это красиво. Если не будет там цветов разных, не будет красоты. Поэтому как бы единый Всевышний создал разными народами. И мы должны просто изучать друг друга, помогать друг другу. Цветы в поле – это такой понятный образ. Не зря на национальных костюмах так много цветов. А когда они собираются вместе, получается большой, богатый букет. Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День». С 5 по 11 марта на территории округа произошло два пожара. Пострадавших нет. А вот автомобиль после одного из происшествий восстановлению уже не подлежит. О причинах случившегося Жанна Лавянникова. 9 марта на Олимпийском проспекте у владения 43, строение 1, загорелся легковой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Но машина к приезду пожарных полностью уничтожена огнем. По факту пожара проводится проверка. Причины устанавливаются. Не исключен поджог. Несколькими днями ранее пожар произошел в садовом товариществе «Борисовка». На участке 517 по улице Центральной загорелись строительные материалы. Огонь перекинулся на гараж. Постройка была всего в паре метров от очага возгорания. В результате пожара у гаража выгорела стена на площади 30 квадратных метров. Также выгорела кровля на площади 24 квадратных метра. В целом всю прошлую неделю в округе было спокойно. В том числе и благодаря профилактике. В праздничные дни у ДК Яуза сотрудники МЧС провели флэш-моб. Демонстрировали спецтехнику, организовали полевую кухню и раздавали жителям округа листовки, чтобы напомнить, насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности. Жанна Лавянникова, Олег Степанов, информационная программа «День». Девять аварий и четыре случая несанкционированной торговли на неделе с 5 по 11 марта попали в объективы камер Единого центра видеонаблюдения. Нештатные ситуации, происходящие в мытищах, ежедневно фиксируют операторы системы «Безопасный город» и передают в оперативные службы. Подробнее о том, что произошло на дорогах, улицах и в местах массового скопления людей, расскажет Юлия Федорининко. 13 нештатных ситуаций зафиксировали в мытищах за прошлую неделю камеры системы «Безопасный город». Львиная доля происшествий – дорожно-транспортные. Об авариях операторы центра видеофиксации сообщали в службу ГИБДД ежедневно, а иногда и по несколько раз в день. Так, на Олимпийском проспекте столкновения автомобилистов зафиксированы 5, 6, 7, 8 марта и дважды 11. Судя по кадрам, автомобилисты не соблюдали скоростной режим и дистанцию. В результате, может, и не крупные, но ДТП зарегистрированы. Не обошлось без участия сотрудников отдела госавтоинспекции и 9 марта. На привокзальной площади станции мытищи всегда большое количество общественного транспорта и большое количество пассажиров. Пешеходы порой снуют между автобусов, чтобы перейти проезжую часть, а водителям иногда приходится по несколько раз давить на сигнал, чтобы предупредить пеших участников дорожного движения о своем намерении двигаться дальше. Да вот только, судя по всему, в этот раз не сработало. Водитель пассажирского автобуса задел пассажира, которого только что привез в конечную точку. Пострадавшего уже через 10 минут опрашивали сотрудники полиции. Впрочем, появлялись они здесь не единожды. По факту несанкционированной торговли правоохранители приезжали четыре раза. Тем не менее, свободны от торговли зоной. Привокзальная площадь каждый раз оставалась недолго. Юлия Федорененко, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Как показывает статистика, прекрасная половина человечества ведет себя за рулем более собрано и дисциплинировано. Сотрудники ГИБДД не раз ставят в пример именно женщин за рулем. Хотя и им не так просто дается водительское мастерство. Но чаще именно они заслуживают слов благодарности. Когда человек получает право на вождение транспортного средства, он вступает в большое сообщество автомобилистов, которые живут по своим писаным, а иногда не писаным правилам. Существует свой этикет. Поэтому водители всегда ревностно относятся к появлению новичков. А тем более, если это женщины. Но женщины все чаще доказывают свою профпригодность. Даже если только-только сели за руль. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, жизненных просветаний. В Матичинском отделе ГИБДД обычная работа по оформлению новых бланков водительских удостоверений. Сегодня вся процедура занимает несколько минут. Технически это несложно. Но спрос на бланки возрастает с каждым днем. Женщин приходит все больше. Сегодня в ГИБДД акция. Вместе с водительскими удостоверениями сотрудники вручают цветы. Так создается комфортная обстановка среди участников и участниц дорожного движения. На дорогах наших становится все больше и больше женщин и водителей, которые наиболее дисциплинированы, более активны, кстати, в движении. Конечно же, безопасных дорог. Ну и как участникам дорожного движения обязательно, чтобы их транспортное средство никогда не попадало в дорожно-транспортное происшествие. Конечно, уверенность за рулем приходит с годами. Арина Панова водит машину уже больше четырех лет и вполне уверена в своих силах. Хотя без происшествий не обходится. Было один раз в предновом году. Ну а кто отчете всего это миновал? Ну не по моей... Нет, просто по невнимательности не по моей вине. То есть безопасно водить машину, вполне по силам? Конечно. Так что дарите женщинам цветы. Тогда на дорогах будет больше спокойствия, меньше нервозности и аварийных ситуаций. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». Удачи! Счастья! Участник областного конкурса поликлиника номер два стала победителем в номинации «Лучшая поликлиника Московской области» по пропаганде здорового образа жизни. На встрече с медицинскими работниками награду главному врачу лечебного учреждения, заслуженному врачу Российской Федерации Любови Кикоть, вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В нашей традиционной рубрике «Актуальное интервью» заведующая второй поликлиникой расскажет об успехах медицинского учреждения. Лучшая поликлиника Московской области по пропаганде здорового образа жизни. Насколько почетно носить такое звание медицинскому учреждению? Действительно, эта награда, я считаю, заслуженная. Мы стабильны уже. Позапрошлым году мы были лучшей центром здоровья, а в 2017 году мы стали лучшей поликлиникой в номинации «Лучшая поликлиника Московской области по пропаганде здорового образа жизни». И действительно, мы занимаемся очень активно этой работой. Это наш, будем говорить, основной вектор движения. Потому что в поликлинике, безусловно, профилактическая работа должна занимать приоритет и должна занимать большую часть времени у врачей всех специальностей, в том числе и в отделении профилактики, и в центре здоровья, который у нас есть. Потому что мы, анализируя даже 2017 год и вот эту победу в этой номинации, мы можем сказать успешно, что 60 практически процентов населения охвачено было этой работой в том году. Это наши и профилактические выезды нашего мобильного центра здоровья, которые мы проводили на всей территории городского округа Мытища. Это порядка полутора тысяч человек, которые были охвачены скрининговой диагностикой профилактической. Это и наша диспансеризация, где мы практически 14 тысяч человек было осмотрено по программе диспансеризации. Это и наша профилактика, то есть те лица, которые не подлежали диспансеризации в 2017 году, проходили профилактические осмотры. А это тоже очень значимо, порядка 10 тысяч человек прошли профилактические медицинские осмотры в стенах нашего лечебного учреждения. Это и наши выезды в школы, где наши центры здоровья и отделения профилактики практически ежемесячно посещают наши все общеобразовательные учреждения для того, чтобы у наших подростков сформировать отношение к здоровому образу жизни, рассказать о тех вредных факторах, которые влияют на состояние здоровья и, естественно, заниматься этой профилактикой. Даже говоря об инсультах, так вот ранние и первые признаки инсульта, мы уже об этом, наверное, в средствах массовой информации говорили, ранние признаки инсульта – это наша как раз именно была профилактическая работа, где мы 2,5 тысячи наших детей, даже школьных учреждений, охватили этой работой, рассказывали врачи отделения профилактики, рассказывали о тех первых признаках инсульта и какая первая помощь должна быть. Насколько профессиональный медицинский коллектив работает в Центре здоровья, чья работа направлена на профилактику здорового образа жизни? У меня действительно очень активные врачи в Центре здоровья работают. Это и Сергей Холмуродович Лойков, и Метлыш Александр Филиппович. Это просто энтузиасты своего дела. Они проходят практически все время обучения и очень хорошо владеют всей профилактической работой. Мало того, они настолько креативные, то есть они находят контакт с аудиторией. Я вам хочу сказать, что мы сейчас были в школе в шестой и проводили лекцию среди учеников и родителей по влиянию гаджетов на организм человека. Вы представляете, человек 100 было настолько заинтересованно, настолько они внимательно слушали, насколько им было это интересно, потому что настолько они подготовлены на любые вопросы, настолько в информационных технологиях и технически могут объяснить влияние этих гаджетов на организм. И поэтому я считаю, что мои доктора – это действительно находка именно для этой работы. То есть люди состоялись именно в этой работе настолько активно. Они умеют вовлечь, они умеют пациентов заинтересовать, дальше потом наблюдать. И, безусловно, вот эта их креативность и вот это их особенное, особенное такое щепетильное отношение. Мы когда выставлялись в гостином дворе в Москве, да, наш Центр здоровья, как лучший Центр здоровья Московской области, у нас очередь все три дня стояла по 200 человек. То есть настолько хотелось людям пообщаться с врачами, вот так в доступной форме получить скрининговую диагностику, потом поговорить с врачом, то есть где-то, это же не на приеме 5-10 минут, а врачи там уделяли достаточно много внимания для того, чтобы пообщаться. Поэтому, конечно, да, безусловно, врачи подготовлены, врачи-энтузиасты, врачи умеют общаться очень хорошо с населением, вовлекают в этот процесс. Какие задачи ставит перед собой Матишинская городская поликлиника номер 2 на 2018 год? Очень много задач, которые стоят. Основное – это, конечно же, доступность и качество медицинской помощи, которые мы должны реализовывать в нашем первичном звене. И, безусловно, чтобы пациент, обратившись в лечебное учреждение, как можно быстрее мог попасть к врачу-терапевту и провести не менее 20 минут под кабинетом, никак не 30, не 40 и более, для того, чтобы получить подробную консультацию у врача и, естественно, медицинскую помощь. Поэтому наша задача основная – это, конечно, обеспечить, вот при том все-таки кадровой ситуации, которая возникает первичным звеньем, и об этом говорит и губернатор Московской области о том, что кадровую ситуацию нужно улучшать, и он ставит задачу, чтобы на каждом терапевтическом участке или педиатрическом был врач-терапевт участковый или врач-педиатр участковый, чтобы не было неукомплектованных участков. И это на сегодня очень основная задача кадровая – это привлечение кадров в Московскую область. Поэтому и перед главами городов, и перед нами, руководителями лечебных учреждений, поставлена эта основная задача – обеспечить приход врачей, возможно, даже с других территорий. Вот я хочу сказать, что в том году мы взяли в наше лечебное учреждение пять врачей, которые пришли к нам, молодых специалистов, которые закончили только медицинские вузы и с сертификатами аккредитации, без интернатуры, пришли работать на участок в наше лечебное учреждение. Поэтому эта задача стоит перед нами как основная и на этот год, потому что мы все-таки участковыми терапевтами, у нас есть неукомплектованность, это сохраняется, это в среднем у нас укомплектованность 70%. Вот эти 30% – у нас основная задача в этом году – укомплектовать все участки врачами, участковыми терапевтами. Поэтому, конечно, это тоже, да, вот эта реализация этой задачи возложена на всех. То есть мы должны обеспечить приход врачей, у нас информация на всех сайтах абсолютно. Мы занимаемся активно поиском врачей и выезжаем, когда происходит распределение в медицинских вузах, выезжаем и в другие территории, не только московские вузы, а еще и другие территории для того, чтобы врачей заинтересовать в приходе в наше лечебное учреждение. Ну и, конечно, социальный пакет – это очень важно, да, то есть предоставление жилья для молодого специалиста – это тоже задача, которую возложил губернатор и на глав наших городов. Вот, поэтому надеемся, что при совместной работе с нашей администрацией, с Виктором Сергеевичем, мы все-таки достигнем этих показателей и улучшим нашу кадровую ситуацию в лечебных учреждениях. Ну и, конечно, это задача номер раз – это развитие дальнейших информационных технологий, конечно, на приеме у врачей, посредством записи, записи и программы «Врач-врач», и электронной записи, и введение в электронном виде всей документации, вот, и дальнейшее расширение функций на портале госуслуг, чтобы пациенты могли, вот сейчас уже задача стоит о прикреплении к лечебному учреждению пациента в электронном виде, то есть зарегистрировавшись пациент может на портале госуслуг прикрепиться к лечебному учреждению, и в дальнейшем, значит, может вызвать врача на дом или записаться на прием к врачу. То есть вот эти услуги все в электронном виде, они расширяются, это, конечно, реализация возможностей пациента уже более такая, да, чтобы не приходить в поликлинику, не стоять в очереди. Ну и вы видите, наш и внутренний интерьер, он гораздо улучшается, это все комфорты зоны, создаем комфорты для того, чтобы пациенты могли нормально пребывать в лечебном учреждении, ожидая приема у кабинета врача, и мы стараемся заполнять наши мониторы все необходимые информации для того, чтобы пациент мог посетив лечебное учреждение, еще получить различные виды доступной информации и, естественно, ею потом пользоваться для своих целей или задач, которые он будет решать в стенах лечебного учреждения. Кто так строит? Таким вопросом теперь задаются жители одной из пятиэтажек, расположенных на Первой крестьянской улице. Еще осенью прошлого года в подъездах дома начался ремонт. Спустя несколько месяцев строители, видимо, посчитали, что он завершен и покинули объект. А вот герои нашего следующего сюжета не готовы расстаться с малярами и штукатурами. Почему, знает Надежда Трифонова. 18-й дом на Первой крестьянской улице был построен в первой половине прошлого века. Однако до сегодня пятиэтажка сохранилась в пристойном состоянии. Здание небольшое, квартирантов в нем живет немного, и, значит, договориться о порядке им несложно. К тому же не так давно управляющая компания предложила своим нанимателям отремонтировать подъезды. Мытищенцы с удовольствием согласились. 23 ноября 2017 года в доме начался ремонт подъездов. Соответственно, какие-то стены покрасили, все сделали. Ну, все аккуратно. Да, красиво. Красиво. Спасибо. Маляры и штукатуры постарались на совесть. Претензий к качеству их работы у жителей пятиэтажки нет. Вот только объект они покинули слишком рано, считают мытищенцы. В феврале на Первой Крестьянской улице в подъездах 18-го дома появились монтажники окон. Они заменили деревянные рамы на пластиковые и тоже поспешили покинуть объект. Когда, в конце концов, у нас окна сделали, ну, ни от кливов, ничего не было сделано. Просто вставили пластик и уехали. Я обратился в организацию города. Приехали, сделали. Откосы, подоконники, да? Но вот незадача. Стены, еще вчера радовавшие жители пятиэтажки и их гостей, потеряли товарный вид. Между тем, вернуть маляров и штукатуров то же быстро, как монтажников окон, у Николая Закурдяева не получилось. Прислали письмо мне с ответом, что 1 марта ремонт будет закончен. Вот и надо письмо. Да, это письмо. Что будут устранены срок до 1-го, 0-3-го 2018 года. Ну, соответственно, как вы видите, мы видим, да, что, в общем-то, как бы... Устроен. Ремонт испорчен, скажем так. Более того, не так давно в одном из соседних подъездов Николай Закурдяев заметил плиточников. Значит, недавно оштукатуренным, покрашенным и уже подпорченным стенам грозит очередная опасность. Пыль, которую невольно поднимут укладчики напольной плитки. Мужчина пожимает плечами. Почему управляющая компания выбрала именно такой порядок ремонтных работ, ни он, ни его соседи понять не могут. Впрочем, как и узнать, когда действительно можно будет насладиться обещанным результатом. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». 15 марта в 20 часов в эфире нашего телеканала прямой эфир с главой округа. Виктор Азаров расскажет о задачах, которые стоят перед Матищинской администрацией на 2018 год и по традиции ответит на вопросы телезрителей. Присылать их можно уже сейчас на электронную почту телеканала info.sobako.one.tvm.ru или по телефону 8-495-582-30-88. Милан увез победу из Подмосковья. Итальянцы выиграли в матче Евролиги у Химок со счетом 77-86. Желто-синие еще никогда не проигрывали Милану. И в первой половине сделали все, чтобы эту ситуацию исправить. Они играли дома, но были медленнее и нерешительнее. Выход Алексея Шведа игру освежил, но ситуацию не спас. Теперь у химчан 14 побед, 11 поражений и седьмое место в турнирной таблице. Большой спортивный праздник дзюдо прошел в центре единоборств. Игроки всех возрастных категорий начинающих спортсменов от 6 лет и старше, так же, как их родители, показали, что это истинное увлечение и почему этот, казалось бы, экзотический вид борьбы столь популярен среди совсем юных. Огромный борцовский зал кажется совсем маленьким. Столько желающих включиться в борьбу он еще не видел. Это пока разминка. Главное, впереди. Сегодня выступают спортсмены в трех возрастных категориях от 6 до 10 лет. Но многие здесь уже не новички, и им есть что показать. Однако, что более всего бросается в глаза, так это то, как бесстрашные девочки с косичками вступают в схватки со своими более опытными сверстниками. Для борьбы дзюдо это не совсем, скажем так, необычная ситуация, потому что девочек видов спорта не так много, не многочисленные. Поэтому на некоторых турнирах разрешается девочкам бороться вместе с мальчиками. Я думаю, что каждый из них достигнет хорошего уровня, но как минимум разрядниками они станут точно, юношескими и младшими, взрослыми это будет зависеть от их неусердия. Кто-то считает, что дзюдо в чем-то похож на танец. Своеобразный танец и по-своему грациозный. Но в борьбе главная победа, а не грация. Так что поблажек никому нет. Пускай они только начинают, пускай у них все еще впереди, но с таким увлечением не может не получиться главное становление сильной личности. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». А теперь к новостям в мире. В Голливуде открылся музей самых больших маркетинговых неудач. Среди экспонатов и очки Google Glass и особый гамбургер от McDonald's. Не все новинки именитых брендов становились успешными. Были в истории те, которые с треском провалились. Именно им и посвятили целый музей в Лос-Анджелесе. Он так и называется «Музей неудач». В нем около сотни экспонатов. Я решил открыть «Музей неудач», потому что устал от успешных историй, которыми нас кормят СМИ. Среди экспонатов нашумевшие очки Google Glass. Они провалились в продажах, несмотря на масштабную рекламу. Есть здесь и игра «Монополия» с портретом Донарда Трампа и даже витаминизированная вода в бутылках для животных. Ее выпускали со вкусом рыбы для кошек и бекона для собак. Думаю, это отличная идея, потому что об этих вещах мы быстро забываем. Люди прикрывают свои неудачи. Но если все это будет в музее, об этом никто не забудет. Случались провалы и у таких гигантов, скрутку этого бургера «Арк Делюкс». Колоссальный бюджет – 300 миллионов долларов. Утверждалось, что в нем особый взрослый соус из майонеза и горчицы. В итоге это стало одним из крупнейших провалов в индустрии быстрого питания. Мне приятно видеть, как люди буквально погружаются в мир экспонатов. Они уходят с новым пониманием, что делать ошибки не так уж страшно. Подобные музеи существуют и в Европе. Коллекция постоянно пополняется. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Матичинского. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч. Я боюсь пожара. Он происходит из-за старых электроприборов, других вещей. Когда он происходит, все люди начинают паниковать. Они не знают, что делать, не знают, о чем думать и пытаются спастись. Но этим ничего не даст, потому что люди делают только себе хуже. Иногда пожары происходят в деревянных домах, и тогда почти уже ничего могут спасти. Я тоже боюсь пожара, потому что он может произойти и у нас дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных, простых, многие сделали вывод. А ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА